Привет, меня зовут Катика, я художник, я занимаюсь тем, что вяжу картины из пряжи и очень люблю это. В принципе, что я хочу быть художником, я знала с самого детства, но и вязать в принципе я тоже стала где-то 7-6 лет, и вот только в 14 году до меня дошло, что я могу это совместить, как в песне про ручку яблока. У меня есть умение рисовать, я могу вязать и типа хоп, я могу рисовать картины пряжей. Я на самом деле свою жизнь, недолгую пока училась, перепробовала много разных техник, и классическая живопись, и графика, и что-то более-менее прикладное. Но в целом для меня нет ничего более важного, чем труд и время, которое ты помимо идеи вкладываешь в свою работу. И для меня, с одной стороны, это очень символично, что ты вяжешь, вяжешь свою историю, свою концепцию, свою задумку. А с другой стороны, мне нравится, что не так много конкурентов. Ну, то есть есть люди, конечно, которые тоже что-то вяжут в рамках произведений искусства, но их не так много. Мне нравится вот эта камерность в моей отрасли. С одной стороны, это очень благодарный, интересный материал. Его достаточно легко хранить. Мне нравится с ним обращаться. Если это натуральная шерсть или хлопок, то это, в принципе, тактильно очень приятно. И глубокий смысл, который втаит в себе нить, он тоже мне очень импонирует. По сути, что такое нить? Нить – это непрерывность жизни. Это твой путь. Нить – это то, что нас связывает. Нить – это то, из чего состоит ткань. Ткань Вселенной, ткань человеческих взаимоотношений. То есть нету ничего в отрыве. Как бы в мире и во Вселенной нет такого сферического коня в вакууме. Все как-то связано между собой. И вот эта смысловая нагрузка, которая, по моему мнению, присутствует в нитках, она безгранично меня радует. В целом, когда я только начала экспериментировать с этой техникой, я подумала, что вполне вероятно, это неплохо бы смотрелось на одежде, на аксессуарах. Но постепенно я пришла к выводу, что как раз именно этого мне и не хотелось бы. И с годами я поняла, что вот эта позитивная фрустрация, которую человек чувствует, смотря на мою работу в галерее, это и есть одна из моих целей. То есть мне хочется человека фрустрировать. Грубо говоря, он подходит, смотрит. Это похоже на вязаную подушку, на вязанный свитер. Но это невозможно одеть. Это арт-объект. Он никак не может быть применим. То есть, в принципе, мои работы не имеют никакой практической значимости, никакого практического применения. Это только способ донести мысль и идею. И, конечно, меня порой огорчает мнение людей, что я занимаюсь ДПИ. Даже в детстве я вязала какие-то непонятные абстрактные вещи. То есть я вроде бы пыталась вязать рюкзачок, но у меня ничего не получалось. В целом я всегда тяготела к портретам. Мне всегда было интересно человеческое лицо. Даже когда я была маленькая, я старалась рисовать какие-то портреты. Знакомых или незнакомых. И вот этот интерес я пронесла сквозь все техники. И в целом основная моя любимая тема – это портрет. Но со временем тебе хочется уже... Ты набираешься опыта, у тебя есть какие-то идеи, высказывания. Тебе хочется донести что-то помимо того, что человеческое лицо красивое, что все люди уникальны, все связаны. И тогда я начинаю либо искать какую-то тему вокруг себя, либо вытаскивать ее из себя, из своего прошлого. Например, проект о каких-то мелочах, которые мне нравились в детстве. Каких-то игрушках или каких-то образах, которые я вот в детстве видела. Меня часто спрашивают, мол, Катя, как у тебя хватает столько усидчивости все это делать? Это же так долго, и это надо сидеть, вязать, выбирать цвета. И я тоже об этом как-то задумалась и поняла, что для меня это своего рода психотерапия, какой-то способ гармонизироваться. Потому что, ну да, со стороны то, что я делаю, оно такое на грани аутизма, на том конце аутического спектра. И я это, в принципе, понимаю. Мне кажется, мне как личность это подходит. То есть я и в детстве была довольно таким спокойным, усидчивым ребенком. То есть для меня это такая возможность настроиться на волну и в ней быть. Мне кажется, все-таки изначально твой характер, твое нутро диктует то, чем ты занимаешься. Мне кажется, это очень важно. Слушать и понимать, что ты далеко не оратор или мне, например, тяжело работать с людьми, но делать какие-то вещи, погружаясь в них на часы, дни и месяцы, это то, что делает меня счастливой. Первая моя работа в этой технике я делала на АБУ. То есть я просто экспериментировала. Потом постепенно я пришла к определенной методике, что изначально надо думать об эскизе. Ты делаешь эскиз, рисуешь, делаешь пробы, а уже потом по нему непосредственно работаешь, создаешь работу. В какой-то момент я действительно поняла, что когда ты художник, ты не можешь вести абсолютно полноценную жизнь в обывательском отношении, понимании я имею в виду, и ты будешь вынужден от чего-то отказаться. То есть тебе в любом случае, если ты хочешь делать что-то крутое, великое, что-то значимое, это требует жертв. И в свою очередь я тоже решила принести эти жертвы. Первый из них – это был отказ от какого-либо цвета в одежде. То есть я уже очень долгое время, весь мой гардероб я ношу только черное. И я не религиозный человек, но меня очень очаровывает вот этот аскетизм монахов, монахинь, то есть вот этот их минимализм, отчужденность от мирского. И я, в принципе, вот это вот свое такое поведение как раз и расцениваю как некое служение, но только вот не Богу, а искусству. Субтитры создавал DimaTorzok